Всем привет! Продолжаем знакомиться с известными художниками, смотреть картины. То Сюсай Сяракник, известный художник, портретист эпохи Эдо, мастер-гравир Уке-Э, по всей вероятности, жил между 1763 и 1820 годами. Я цитирую данные из Википедии и нескольких других сайтов, на которых я нашел работы, какой-то текст про этого художника. Очень трудно с работами искать этого художника, но надеюсь, что те работы, которые я нашел на сайтах в интернете, соответствуют работам именно этого художника Сюсай Сярак. То есть, что они не ошиблись, когда публиковали работы, говоря о том, что они принадлежат Сюсай Сярак. Первая его работа была представлена в 1794 году, а после 1795 года он бесследно исчез. Всего лишь один год. Загадочный художник. Большинство его работ принадлежат жанру Якуся-Э. Якуса-Э или Якуся-Э – это поджанр японских гравюр в направлении Укио-Э. Тоже было такое направление. Укио-Э – это дословно переводится как «плывущий мир». Гравюры в стиле Укио-Э – это основной вид силографии в Японии. Форма искусства стала популярной в городе культуры Эдо. В современной Токио – второй половине 17 века. Информация такая. На гравюрах жанра изображалась актера Театра Кабуки. Как правило, в гриме своих наиболее известных ролей. Это портреты актеров Театра Кабуки. Характерная черта его работа – динамизм, гротеск. Исследователи Донку пытались установить личность Тасюсая. Есть предположение, что на самом деле он был поэтом, актером театра, ну и, возможно, даже мастером Укио Хакусая. Известно, что творческая активность Сираку как раз пришлась на тот период, когда Хакусай написал сравнительно немного гравюр. Более того, как раз перед дебютом Сираку. Хакусай создал более 100 портретов актеров. Хакусаю было свойственно менять свои имена, поэтому не исключено, что он решил отделить портреты актеров от других своих работ и взял новый псевдоним. Но это тоже теория неподтвержденная. Тасюсая Сираку оставил после себя более 140 работ. Большинство из них – это портреты актеров Театра Кабуки. На втором месте – портреты борцов Сумо. Все картины как бы разделены на 4 периода, определяемые по стилю. Работа первого периода подписана именем Тасюсая Сираку, а работа двух последних периодов – просто Сирак. После первого периода Сираку перешел от погрудных портретов к изображению людей в полный рост, но и также уменьшил размер самих гравюр. Сохранились различные варианты гравюр, но из этого можно сделать вывод, что они несколько раз перегравировались и пользовались хорошим спросом. Динамистский гротеск – это основная черта портретов Сираку. Он подчеркал личные характерные черты, включая недостатки во внешности людей, большие носы, морщины, но что было не свойственно жанру Укея. Основой фокус был направлен на выражение лица. Именно с помощью выражения лица и динамики Сираку передал характер актеров, их манеру игры. В настоящий момент, по одним из данных, известно существование более 600 оттисков работ Сираку, при этом только 100 находятся в Японии. Из-за того, что гравюра находится в разных коллекциях по всему миру, и следователям требуется больше времени на подробное изучение всех работ этого художника. Отмечается, что стиль Тосюсая наследовали и развили таких художников, как Кацукава Сюнюэ, Тагава, Тойякуни и Китагава Утамара. Я о некоторых из них уже рассказывал. Работа Сираку котируется сегодня в мире искусство выше, чем работа таких мастеров, как Утамара Китагава или Кокусай Кацусика. Вот еще некоторые интересные данные говорят, что по одной из теорий имя Шираку было выбрано от японского слова «ширакусай» или «ерунда», подчеркивая нереальность существования художника с таким именем. Считается, что Сираку удалось добиться максимального сходства портретов актеров театра Кабуки, но поскольку он изобразил их слишком правдиво, карикатурно передав их основные черты внешности и характера, его стиль не соответствовал общепринятым стандартам, и по этой причине картины плохо продавались. Утверждается, что бескомпромиссность мастера, его нежелание прислушиваться к мнению критики, сделал его изгоем в мире искусства, периоду эда и карьеры художника быстро закончил. Многие известные критики называют его одним из трех величайших портретистов в мире, наряду с Рембрандтом и Виласкесом. Ну вот, пожалуй, все, что мне удалось найти про Сираку Тесюсая, японского портретиста-художника эпохи эдо, мастера-гравюр Кио Э. Все, всем пока, всем привет, до свидания, смотрите, работаю. Субтитры создавал DimaTorzok